Сегодня гость нашей студии, можно сказать, уже и завсегдатой в какой-то степени, и заместитель главы администрации нашего городского округа Алексей Викторович Трофимчук. А говорить мы будем о комфортной городской среде. Алексей Викторович, на сайте администрации городской, на страничках в соцсетях, закрепленная запись буквально в начале, о том, как и какую городскую среду люди хотят благоустраивать. То есть буквально написано, что будем благоустраивать. Вот эта запись, что она под собой подразумевает, и что лично от нас уже нужно. Давайте я немножко расскажу большую предысторию всего этого, скажем так. Сам проект, прошу прощения, программа формирования комфортной городской среды берет свое начало с 2017 года. Сухолок, как и многие муниципалитеты, вошел в данную программу с рядом территорий, которые подразумеваются под их благоустройство, ну и первоначально были еще и дворовые территории. На сегодняшний день мы уже на протяжении, вот начиная с 2017 года, правила, так игры назовем их так, они едины для всех. Мы проводим обсуждения разработанных дизайн-проектов, мы проводим голосование над проектами, которые прошли обсуждение, и далее по результатам голосования выбирается территория на благоустройство, ну в данном случае общественные, и заявляется в программу областную, федеральную на выделение финансирования. Муниципалитет участвует в доле софинансирования вроде в определенном проценте, в небольшом определенном проценте. То есть программа подразумевает в каждом городе, ну во всяком случае в каждом, почти в каждом может быть, да, формирование общественной территории и возможно, да, дворовых территорий. Да, безусловно. У Сухого Лога на сегодняшний день в 2021 году заканчивается реализация проекта по обустройству нашего многофункционального парка. Мы сейчас можем говорить об этом, потому что мы видим, что он уже принимает свой законченный вид, данный парк. Ну остались буквально какие-то штрихи, и мы заканчиваем эту процедуру обустройства. На следующий год что планируется по парку? Окончание третьего этапа, назовем так, потому что было желание его закончить в этом году, но, к сожалению, финансирование нам не было выделено, мы вынуждены были перенести его на следующий, то есть на 2021 год. Будет обустроена входная группа в виде арки, будет... Центральный вход со стороны кольца, уточнили, да? Да, да, центральный вход со стороны кольца. Будет объемная надпись, говорящая о том, что мы проживаем в городе Сухой Лог, будет название Сухой Лог. Будет обустроена парковка перед входной группой, будут закончены лыжероллерные трассы, с освещением, со скамейками и так далее, и тому подобное. И будет еще обустроен веревочный парк. Веревочный парк, кто-то наблюдал, там осталась зеленая зона, и сделан разрыв, там, если вы бываете в парке, то это увидите. Вот, и там будет веревочный парк, он будет огорожен, естественно. В дальнейшем, конечно, он потребует определенного нахождения там инструктора. Ну и, в принципе, как бы все. Вот это вот будет законченная тема. Да, еще будут организованы подъезды к парковочному месту со стороны кольца, со стороны улицы Победы, по-моему, вот так вот будет. Ну, все будет иметь законченный вид. Скамейки с навесами, вот многие спрашивают, не предполагается, чтобы какая-то где-то была, укрыться в тени? Как-то вот все, что сегодня зона отдыха, они все открытые площадки. То есть об этом нет речи пока. Пока об этом речи нету. Идея интересная появилась в проектах с навесами, да, у многих муниципалитетов, которые это делают в виде такой маленькой беседки, скажем так, навес, да. Но, к сожалению, уже на сегодняшний день поздно что-то менять. Мы должны соблюсти ту концепцию, которая сейчас уже прорисована, которая отбросована. Но беседка уже есть, у нас тоже небольшая беседка есть, и от дождя убежать. Да, есть, в конце концов, беседка, да, которая есть зона для молодоженов, которая предусматривает это существует беседка. Так, а туалеты, когда предполагается открыть, наверное, все-таки к весне, а зимой? По туалетам. Туалеты физически готовы. У нас возникла небольшая проблема с технологическим присоединением по электроэнергии. Ну, был ряд технических проблем, был ряд технических проблем. Как бы мы не упрашивали уважаемую сетевую организацию нам побыстрее все это сделать. Увы, тоже, как и на всех, наша пандемия наложила свой отпечаток в виде болезни работников и так далее и тому подобное. И в итоге они сказали, что раньше мы с вами не сможем, только в сроке контракта. А сроки контракта у нас, если мне не изменяет память, заканчиваются в марте, если будущего года. Ну, то есть к весне они как бы... А туалеты, которые полностью комфортны, благоустроены, вплоть до отопления, горячей воды и так далее, требуют подключения электроэнергии. И те точки, которые сейчас подключены на освещение, они, к сожалению, не могут обеспечить те мощности, которые требует данный объект. Еще поняла. По ходу вопрос задавали о том, что ворота будут ли открыты для проезда спецтранспорта. Потому что была ситуация, когда ребенок сломал ногу и приходилось с носилками бежать через весь парк. То есть машина скорой помощи не могла заехать, потому что ворота, в которые могут заехать спецтранспорт, были на замке со стороны военкомата, допустим. Вот это предполагается, что ворота, все-таки вот этот центральный вход, где мы будем, красивое название, да, с выпуклыми буквами, вычеканинами или как там, там оно будет все-таки вот сами ворота, въезд. Давайте так, никакой в принципе физической сложности нет оставлять ворота открытыми. Там пожарную машину написано. Оставлять ворота открытыми никакой сложности в принципе нет. Но сейчас при нынешней системе охраны, а охраняется парк только в ночное время, вы это знаете, да, и учитывая, собственно говоря, ну скажем так, менталитет наших некоторых товарищей, собственно говоря, которые позволяют себе, а в данном случае это молодежь, позволяют себе, если никто не видит, заехать в парк. Какая-то была, когда парк строился, мы наблюдали эти случаи, вот, и мы вынуждены держать ворота в этом плане закрытыми, для того, чтобы избежать именно вот таких ситуаций. Ну в любом случае, наверное, будет все-таки какой-то, не знаю, как его назвать, человек, который будет наблюдать за всем этим и обратиться к нему, может быть, телефонный, не знаю, какая-то связь будет с ним, который будет постоянно присутствовать. Есть такая? Да, я с вами согласен, нужно будет наладить, если будет такой же информативность, собственно говоря, в этом плане, я не знаю, может быть, какого-то рода воршлаг, да, на входе или где-то посредине парка, где будут указаны, допустим, обслуживающие организации, контактные телефоны, куда можно позвонить, хотя бы так, я понимаю, что это тоже длительный период пройдет времени, пока тот же ключ привезут, но, ну все-таки. Ну это все доводочка, которая, так сказать, не требует больших, допустим, может быть, средств. Я думаю, когда все закончится, и парк обретет свой окончательный вид, я думаю, что все-таки окончательно решится вопрос с его принадлежностью, потому что, на мой взгляд, опять же... Это нормально, в принципе, но не совсем, так скажем, немножко правильно, это я опять подчеркиваю свое мнение. На мой взгляд, все-таки он пар должен жить, пар должен жить, соответственно, работники культуры каким-то образом должны иметь к нему какое-то отношение. То есть, они должны видеть какой-то план проведения мероприятий на данной территории. Ну да, чтобы он жил своей жизнью. В конце концов, сдавать арендные места, там, прокатные, там, я не знаю, что угодно, там, электросамокаты, ролики и так далее, тому подобное. Ну, городские праздники. Не исключается развитие каких-то там летних кафе, это тоже все, все возможное, пожалуйста. День города, елки какие-то. Безусловно, безусловно. Как только, говорю, появится электроэнергия, вот это вот все закончится, и можно будет уже спокойно эксплуатировать данную территорию. Вы же знаете, вот мы как-то говорили, по-моему, с главой, что парки эти и назывались, парк культуры и отдыха. То есть, вот это вот слово культура, оно, наверное, и предполагает вот эти культурные мероприятия. Безусловно. Приглашение гостей, какие-то сцены, массовые мероприятия, ну, конечно, когда пандемия закончится. Да, естественно. Надеемся, что она когда-нибудь закончится. Так, ну, с парком понятно, да, и как мы определили, значит, два момента. Второй момент более сложный, похвастаться, на мой взгляд, здесь нечем, это дворовые территории, или пока нечем. Вот, чтобы они стали все-таки точкой притяжения, территории притяжения, не требует больших денег посадить, разбить цветочные какие-то аллеи, клумбы. И такие примеры у нас есть, их все больше. Опять же, это вот про строителей тут же рядом с парком, да, пять, где просто приятно выйти, посидеть на скамейке и посмотреть вот на эти художественные клумбы, которые там, фантазии просто предела нет. Территории такие есть и по Милинского в домах. Ну, Победа 28-30. Победы, да, и Пушкинская. Вот малой кровью обойтись ведь можно, не ожидая сегодня вот каких-то вещей. Но, тем не менее, раз есть программа, значит, и движение должно быть. Ну, давайте так. Я не стоял у истоков, да, вот этой, начинание этой программы. Но, тем не менее, я пришел уже практически в 2018 году, она уже началась, но, тем не менее. Вот. Со дворами на сегодняшний день, даже не на сегодняшний день, а буквально в прошлом году, в прошлом году достаточно ужесточились условия софинансирования. Что такое софинансирование? То есть, часть средств выделяется по национальному проекту, на обустройство дворовых территорий, а часть средств должна, затраты нести, должны на себе жителей. И когда была планка порядка 5%, да, ну, буквально одну территорию мы успели сделать. Я, к сожалению, не участвовал там в этой реализации по улице Фучика, если мне не изменяет память. К сожалению, после этого планка поднялась до 20%, и жителям, которые хотели бы участвовать в данной программе, для многих жителей она становится неподъемной. Ну, примерная стоимость, примерная стоимость сегодня обычной дворовой территории, она складывается от 3-х там до 10 миллионов рублей, в зависимости от количества домов, от количества наполняемости дворовой площадки, от качества покрытий там и так далее, и тому подобное. Ну, и сколько мы чего задумали. Тагил, Каменск-Уральский. Софинансирование стало порядка 20%. Это именно бюджетная часть денег, или это все жители? Это именно средства населения. Если проект будет стоить, допустим, проект двора будет, например, около 10 миллионов рублей, то плата на жителей, которая будет распространяться, это будет порядка, я понимаю, 200, прошу прощения, 2 миллиона. Но это не единовременные выплаты, это протяженность какая-то во времени. Это естественно, там, по-моему, я сейчас не буду врать, но как минимум, наверное, это год будут взымать. Дробными какими-то размерами. Да, да. Основные виды благоустройства, такие как скамеечки, покрытие, освещение. То есть, самое минимум. Они дают 5% софинансирование, а все, что другое, это наполняемость, то есть, грубо говоря, там какие-то аттракционы, какие-то горки, эти, не знаю, что-то еще, городки какие-то и так далее. Это все, собственно говоря, в 20% доле софинансирования происходит. То есть, грубо говоря, на мой взгляд, примерно это порядка 70%, остается 70-80% в доле софинансирования 20%. Это получается, вот в 17-м году это все обсуждалось, мы были свидетелями, да, по дворам ходили, и люди так оживились. То есть, все очень здорово начиналось, и многие даже, как бы, воспряли, что вот, наконец-то, наш двор будет комфортным, уютным, будет где посидеть, чем подышать, и детям где-то заняться, и песочница, и для старшего возраста какие-то там турники. Но потом это стало угасать. Сложно сформировать. Вот у нас есть, как бы, готовые проекты, но дворовые территории, это старый жилой фонд. Дом многоквартирный считается, но дома трехэтажные. То есть, то количество жителей... Чем меньше жителей во дворе, тем, соответственно, больше нагрузка, тем больше здесь этой финансовой нагрузки вложится на них. И люди преклонного возраста уже, мягко говоря, не то, что задумываются, они отказываются от этого. Да, надо ли мне это? Отказываются от этого. Поэтому здесь сложно что-либо. Но вот какое-то движение-то все равно есть в этом плане. Вот один двор на Фучика, да, ну, можно сказать, у нас уже в активе, да, записать можно. То есть, город здесь... То есть, там жители несут затраты на его содержание. Ну и так далее, все вытекающие отсюда. Ну и раз вложили деньги, значит, как-то и охраняют, и смотрят. То есть, у людей должно быть понимание, что это в будущем еще и это им содержать. Помимо того, что они за это заплатят, это еще им придется содержать. То есть, тоже в ставке содержания... Сломали, значит, своими силами, опять же, своими средствами. Очень много, ну, по причине дефицита, скорее всего, да, таких рода площадок. Приходят дети из других дворов и так далее, и тому подобное. То есть, не факт, что это твои дети, дети этого двора сломали и так далее, и тому подобное. Но затраты лежат именно на том дворе, на котором она закреплена. В перспективе еще какой-то двор. Кому-то светит вот благоустройство. Мы говорили, помните, по-моему, два года назад, или, может быть, полтора, началось обсуждение двора по Пушкинской Кирова. Двор буквально вот в центре. Сложно сказать. Там говорили, что коммуникации проходят, надо переделывать, и нынче летом переделывать. Жители очень активно все это подошли к этому, скажем так. Там дворовая площадка, если мне память не изменяет, это, по-моему, 10, даже 10 с лишним миллионов рублей. Но площадка такая достойная, проект красивый. Вот. Да, было то, что мы заменили. Там также выделены были средства. И это большой плюс. Там заменены были тепловые сети. Это вот нынешним летом? Это нынешним летом, да. То есть там проблем уже с этим не будет. То есть там смело можно, в принципе, благоустраивать данную площадку. Вот я хочу спросить, продолжение будет? Как? Есть надежда какая-то? Или все-таки сейчас зависит от жителей? Здесь, наверное, надо отработать... Здесь надо, наверное, отработать с жителями все-таки, будут они согласны на 20% софинансирование или нет. Это самый важный факт. Если мы это согласие получим, мы сделаем заявку на 22-й, получается, года. А по пути удешевления эти, это значит, все, новый проект, новый дизайн, все заново? В любом проекте мы должны соблюсти определенный ряд минимальных элементов благоустройства. Элементов благоустройства. То есть первое, это должны быть, по-моему... Ну, как вы говорили, может быть, это 5%? Порядка 4 или 6%. Согласиться. То есть это должно быть освещение, должны быть какие-то структуарные вещи, должны быть лавочки, урны. Ну, что-то еще я не помню дословно. Ну, освещение, вот, ну, сколько. Вот тот минимум и так далее. Ну, и, естественно, должна быть какая-то игровая, какие-то зоны определены. Вот, хотите, хотим мы этого или не хотим, но они тоже должны быть определены. Ну, иначе на проект будут смотреть по-другому. И, соответственно, желающих-то много. И берут-то интересные концепции, скажем так. А такого рода дежурные, они, мягко говоря, отодвигают их. Это вы имеете в виду, отодвигают. Ну, если, допустим, в основном сейчас, как бы, ратуют население преклонного возраста. Им тяжело, допустим, воспринимать, ну, когда двор у них, когда много детей. И это факт. И это факт. Дети шумят. Бабушкам, дедушкам мне это не особо нравится. Вечером там собирается молодежь уже более старшего возраста, мягко говоря, свои развлечения. Всегда было, да. Что, в принципе, и в парке летом происходит. Это тоже не секрет. Вот. Поэтому они сейчас ратуют. А давайте мы вот ограничимся вот этим, вот этим, вот этим. Ну, вот как-то вот этим, вот этим. Тогда сложнее будет программа попадать. То есть, может, на самом деле идти по минималке затрат, по минимальному варианту. По минимальному варианту, по бюджетному этому такому способу, тогда рассматривать именно за счет средств местного бюджета. Надо выискивать средства в местном бюджете. Ну, то есть, вот нас сейчас слушают жители, которые все живут, в общем-то, ну, кто-то в коттеджах. Но большинство даже вот в многоквартирных домах, во дворах. Если они вот захотят, есть активисты, есть домовые комитеты, сейчас называют это домовой актив, да, домовый. И что им предпринимать? Вот им можно как-то в эту программу встроиться? Ну, правила не изменились, собственно говоря. То есть, жители приходят с проектом, им придется тоже на этом. Потому что алгоритм-то тут же остался. Да, на этом же этапе им придется тоже потратиться на проект, да, приходят с этим проектом. Мы его принимаем, ну, что-то в виде публичных слушаний проводим, о том, что так же и так далее. Ну, и, собственно говоря, самое важное, это протокол общего собрания на софинансирование данного проекта. То есть, это все есть алгоритмы, есть люди, которые подскажут, помогут у вас в управлении муниципальным заказчиком, да? Ну, большая проблема уговорить, ну, можно сказать, людей, проживающих в данном дворе. Потому что очень много, очень много разногласий между людьми. Зависит от активности, от лидеров, которые есть, да, как смогут убедить, насколько это необходимо. А вот как, считаете, идти по пути за счет денег, которые бы платил управляющую компанию, статья, которая называется «Содержание». Ведь вот есть в части, в ряде дворов у нас, допустим, ну, ставят лавочки, да, оборудуют песочки, завозят песок по лету, по весне. Ну, что еще? Ну, а зеленение пусть будет на нашей совести. Ну, смотрите, в рамках содержания, ну, опять же, физически расскажу, оно происходит, конечно, в содержании. Ну, увидите, что происходит. Ну, хотя бы за несколько лет. Покраска малых форм, установка, это единично же все-таки проходит. Вот, возьмем двор, да, провести масштабно какую-то, даже минимальным таким, достаточно большие средства. Все, что позволяет тот собираемый объем средств с жителей, ну, скажем так, это покрасить малые формы и сломались лавочки, их поменять на более комфортные, на более современные и так далее. А чтобы провести что-то масштабно, да, там, проезд, в конце концов, асфальтировать, который тоже подразумевает, вот, газонной травой засеять красивой, хорошей, поменять малые формы, ну, заборчик ограждающий. Ну, боюсь, что здесь просто не позволят те средства собираемые сделать такие масштабные. Ну, да, но вот, опять же, есть пример, вот, не могу не сказать про строителей пять, то есть, из года в год они улучшают, то есть, они идут по пути наращивания вот этого вот комфорта, то есть, в этом году, предположим, они сделали, там, покрасили, там, я не знаю, или, ну, благоустроили, как там сказать, эстетически оформили. Или цоколь, допустим, потом покрасили лавочки, то есть, хорошей краской, и не на один год, потому что это сами делают, а краску выдает им управляющая компания в счет вот средств содержания. То есть, они из года в год улучшают свою вот эту среду, дворовую, территорию. Это вот вариант, опять же, мы говорим, это надо очень захотеть. Она, она как бы не одна территория, но их немного. Их не много, ну, может, десяток наберется в городе. Ну, честно, откровенно скажу, благодаря, наверное, одному единственному человеку, активисту, который смог, по большому счету, я уже, честно говоря, сплотить там этих людей, не то что заставить, а, собственно говоря, мотивировать их на это все проведение. Вы еще умеете вытрясти эти деньги. Вот, поэтому, ну, естественно, контролировать это все, чтобы краска была качественной, не, мягко говоря, там из гаража, вот, которая будет дольше жить. Какую попала, мне возьмут, только яркие мне надо, розовую, сиреневую, ярко-желтую, то есть, там ставят условия. Ну, дело даже не в цвете, дело в качестве, понимая, что никуда это не денется, что это все пойдет в дело. Вот, ну, собственно говоря, все, а по большому счету, я понимаю, жители, они достаточно инертны в этом отношении. То есть, вот, как-то вы одним словом ответите, нет, насколько это все-таки программа реалистична, вот, на сегодня, на мой взгляд, насколько? Программа... 0%, 1, 2, 5... Вот именно в части дворовых территорий? В части дворовых территорий. Для маленьких городов, территорий маленьких городов, таких малых городов, ну, она, к сожалению, ну, сложно сказать, оценить. Ну, сегодня она работает в Екатеринбурге, понятно, да? Она, вот, буквально прошел отбор, да, у нас большие города, собственно говоря, реализуют благоустройство дворовых территорий. Это Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Все территории, на вроде Сухого Лога, даже и больше того, там, такие, как Серов, например, Первый Уральский, к сожалению, ну, я не увидел в их реализации. Ну, то есть, получается, что нельзя сказать, я бы так не сказала, что ранее город не занимался благоустройством, да? Были предприятия, у предприятия был свой жилой фонд, и предприятие занималось благоустройством, были свои, там, при предприятиях ЖКО, то есть, это своя система, она работала. Элементарное благоустройство, там, песок в песочницах, лавочки, там, кусты, все это было, сажались. Вот, теперь, с вводом, или с введением, или, скажем, с заявкой на то, что есть такая программа, мало что изменится, как мы сказали, потому что, потому... Нет, почему? Изменится облик города, и территорий будет меняться поверхность. Общественная территория, да, мы это в актив уже записали с вами, а все остальное с добровольными территориями посложнее. И не потому, что я опять повторяю фразу, мы не хотим, все хотят. Ну, к сожалению, пока у меня, в моей голове, пока не укладывается, вот, прям, четкая реализация вот этой вот проблемы. Так, а светит ли что-то, вот, давайте уж, может быть, тогда сельским населенным пунктом? Нет, у нас, я не помню количество территорий, в части общественных территорий, мы все это рассматриваем. Буквально у нас в этом году заканчивается обсуждение, по-моему, у меня 8 территорий проходит обсуждение, 15 декабря заканчивается обсуждение, дизайн проектов данных территорий, а туда вошли в том числе и сельские территории. Вот, и 15 декабря начнется процедура голосования, начнется процедура голосования. Отголосованная есть территория, это территория села Новопышминская, находящаяся в селе Новопышминской. Данная территория будет формироваться, то есть сейчас проходит стадия разработки рабочей документации по имеющимся дизайн проекту территории голосованной, и будет заявлено на реализацию на 2022 год. Так, а вот голосование продолжается, оно что-то сейчас может изменить? То есть, вот вы говорите, вот оно с 1 ноября началось и до 15 декабря, да? Могла изменить процедура обсуждения. То есть, условно говоря, в этот период, который давался, он был информацией в соцсетях, если мне память не изменяет, была в газете информация о том, что происходит процедура. Вот, в процессе обсуждения можно было что-то сейчас поменять. Заканчивается обсуждение, мы сейчас голосуем за ту территорию, в которую бы внесли или не внесли изменения. Ну, если мне не изменяет память, процедура обсуждения заканчивается, определенных каких-то предложений поменять, пусть даже не концепцию, пусть даже кардинальных таких изменений не поступало. Были, ну, пара-тройка, скажем, но она была в части того, что люди высказывали то, что мы хотим территорию общественность на своей территории, у себя. В данном случае там поселок Самозэ, по-моему, был. Ну, будем говорить, может быть, я повторюсь, но то, что для города сделана огромная, проведена работа, ну, проведена, скажем так, заканчивается, закончится следующим годом, 1 января 2021 года, да, там доводка осталась, ну, и кое-что там еще, мы не сказали, что там липы будут посажены, кусты спирей, там рябина, может быть, что-то какие-то больные деревья, вот они все-таки еще есть, хотя многие говорят, что там вырубается, но это необходимо, больное вырубается, новое сажается, то есть эта территория, можно сказать, есть, и мы уже говорили, она в активе, город сделал, и это здорово. А что касается дворовых территорий, тогда, наверное, все-таки остановимся на мысли, если вы хотите, чтобы ваш двор был ухоженным, да, это, опять же, спасение утопающих, дело рук самих, если кто-то сейчас осмелится, мы готовы отработать этот весь алгоритм еще раз, еще раз, еще раз отработать, то есть попытка, не пытка, и пробовать заявляться можно и нужно, да, ну, а пока суть до дела, может быть, на самом деле, почему не разбить клумбы, да, осталась рассада по весне, почему не высадить во дворе у дома под балконом, то есть это минимум, который радует глаз, но, тем не менее, мы этого порой не хотим, но хотим видеть двор ухоженным, чистым и комфортным. Ну, это все, уважаемые телезрители, если у вас остались какие-то вопросы, задавайте, и мы попробуем ответить на них, и, может быть, даже и продвинуть какой-то вопрос на пути к свершению или к завершению. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!